Субтитры сделал DimaTorzok У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку Убери от меня руки, болван Да, она храбрая, это здорово А давай сделаем то же, что и с Микулой Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, наверещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь Ну давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого Так уж вышло, что эта дама под моей защитой Поэтому никто из вас не тронет ее Вот значит как Мы решили повеселиться и никто нас не остановит Даже так? Я тебя убью О! 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 Р motion! О! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплохо, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Визиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Эй, друг. А дань кто будет платить? Какую дань? Грэг. Слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. Плати дань, тогда пройдешь. В таком случае поговорим иначе. Умри, дерьмоедж. Умри, дерьмо. Умри, дерьмо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Я давно тебя жду, деревенский живодер из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийце-насильниках. Где Берингар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар-Евет может быть очень убедительным. Убийцы? Ода, это вшивота деревенская. Пришел сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остается только мечтать о бои с настоящим воином. Кто такой Азар-Евет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоешь, когда Азар до тебя доберется. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили все прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе! Я тебя убью! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Ты с мечом управляешься! Альвин, а ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, ну, бли... Я рад, что с тобой все в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Визиму. В Визиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться ее сломать. Попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни на улицу. Видишь разъяренную толпу с факелами? Они пришли за мной. Сжечь ведьму, кричат они. Она вызвала зверя. Я вынуждена защищаться. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник у ворот, он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всем этом и ничего не сделала. С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают свое золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не мое дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Геральт, не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь сам, если хочешь. Мы здесь одни, и у нас масса времени. В этом нет никакой нужды. Я поговорю с ними. Жди здесь. Сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи ее, пусть вечный огонь поглотит ее грешное тело, и мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь, требовала золота, а потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее, и тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством, подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость! О, коварство! Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя. Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас! Ее колдовство сотворило убийство! Она заслужила... заслужила смерть! Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак! Каковы твои обвинения, Харрен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с кое-то Элем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харрена для своих черных дел. Она отравила Ильзу. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. А Бигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чем правда. Заткнись, ублюдок. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандром. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Я забираю, Абигайл. Расходитесь по домам. От зари времен, женщина корень всякого лиха. Это орудие хаоса. Строит козни против рода людского. Женщина влекома лишь похотью. Ради своих влечений противных природе. Она демоном охотно служит. Сжечь грязную ведьму! Никто никого не сожжет. Люди, они ничего не сделают, пока мы вместе! Разве? Пшел вон, ведьмак. Оставь ведьму. А ты попробуй, кмет. Пошел прочь, мразь! У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется. Каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью! Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идем. Займемся зверем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это была твоя последняя ошибка. Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Умри, проклятый мутант! На вас двоих у меня хватит сил. Фома, на вилы его! Фома, на вилы его! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Кем бы я был, если бы я тебе не поверил? Спасибо, дорогой. Прощай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помнишь меня, Белый Волк? Помню. Вы преследовали меня. Ты и твоя призрачная свита. Я по-прежнему этим занимаюсь. Хотя слово «преследовать» не слишком верно отражает суть. Зачем? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я буду ждать, волк. Субтитры создавал DimaTorzok Ты смеешься над предназначением. Ты не принимаешь его всерьез. У меча предназначения два острия. Одно из них ты. Другое смерть. Но это умираем мы. Умираем из-за тебя. Смерть не может поймать тебя, поэтому забирает нас. Смерть преследует тебя. Идет по твоим следам, Белый Волк. Но умирают всегда другие. Из-за тебя. Смерть преследует тебя. Смерть преследует тебя. Смерть преследует тебя. Ага. У вас тут проблемы? Ну, это... картона или как там ее... чертова чума у нас тут всех морит. И чудовища тоже есть. Чудовища? Это какие? Ну, волки. Много их. Мертвяки, опять же, и эльфы с кобальдами. Волки, говоришь? У-у-у, да черта волков, господины, одичавших дворняк. Раньше, бывало, я их камнями мог отогнать, а теперь уж страшновато. Понятно. Ага. Я нашел эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Не знаю, что там народ говорит, но я уже с игрой завязал давно. Вот что мне провалиться. Спокойно, Микула. Я просто спросил. Преподобный может подтвердить, что я игру спалил и отрекся от нечистого. Уговорись с краснолюдом, с Золтаном. С Золтаном, говоришь? Ага. У меня есть пропуск. Впусти меня в Вызиму. Я хочу сказать... Я... Мне... Очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Милсдарь, сержант. Тот ведьмак. Я о нем говорил. Кто у нас здесь? Это... он нам нужен? Да, милсдарь, сержант. Ведьмак. Грязный выродок. Богохульник и фальсификатор. Он спрашивал, кого опускают в город. Потом пришел с этим... пропуском от ордена. Он рыцарь ордена? Тогда я принцесса Акта. Э, выпустите меня. Я невиновен. Эй, тюремщик, ну, хоть переведи. Ну не хочу я с политическими, можно опоршивить Я честный вор, выпустите Заткни пасть, я занят Юс, тише, хочешь моей смерти? Этот вор мешает Вот-вот, вор, а сижу с политическими Заткнись, сказал, не ори, или мамой клянусь, я тебе поганый рот заткну Прелестно, черт побери Что, не нравится, белый? Нарываешься, что ли? Ну-ка, руки так, чтоб я их видел Юс, открой камеру Боишься, обделался? Покажи, белый, что можешь Назад Что за ты дерешься или нет? Профессор, на выход, свободен Ирония судьбы Мы вновь рядом, так близко и далеко Не сердись, ведьмак, мы встретимся, верь мне Вы ошибаетесь, это убийца Ты не понял законов этого мира Ты генетически созданный убийца, которому в мире нет места Но с этим мы разберемся позже До встречи Буду ждать У меня уже руки чешутся Успокойся Успокойся Я не виновен Завтра мой большой день Зачем ты здесь, эльф? Наслаждаюсь последними мгновениями своей жизни Пытаюсь, по крайней мере Завтра меня повесят У меня есть просьба Мне всегда нравились игры А Юс позволил мне взять с собой кости И если у тебя своих нет, я готов одолжить мой набор Эй, вы, отребье Король в своей милости простит того, кто убьет Кокатрикса, живущего в канализации А как насчет руки принцессы? И половины царства в придачу? Остряк Следи за языком, ведьмак Политические шутки тебя до добра не доведут Я убью этого монстра Слишком поздно У нас уже есть другой доброволец И как мне вас убедить, что моя кандидатура лучше? Вон тот урод в углу утверждает, что убьет Кокатрикса голыми руками Какой? Угу Этот здоровяк? Вы шутите? Ведьмак, у меня в подземелье и у всех равные права Даже у дураков Тебе нужна свобода? Сражайся за нее Тот, кто выиграет, пойдет убивать Кокатрикса Да как два пальца Болваны Подходи Я набью тебе морду, а потом вспарю брюхо этой ящерицы И стану, наконец, свободен Что ж, начнем Пошла твоя сумма Что ты с этим надо делать? Ах ты собачий сын Если бы не твоя магия, ты бы ни за что меня не победил Я спас тебе жизнь С Кокатриксами шутки плохи Хватит умничать В следующий раз тебе не победить Поздравляем Ты выиграл право убить монстра в канализации Я почти горжусь этим правом Ну что, будешь убивать монстра или тут стоять? Струсил? Мне нужно оружие Какое приятное совпадение Мы как раз недавно конфисковали ведьмачий меч Меч ведьмака? Где? Не твое дело Юз, принеси мне этот серебряный меч Тот, который мы нашли у скупщика Талера? Да, придурок, именно тот Я могу его взять? Возьмешь его у Юза Потом заберешь свои вещи из хранилища Если, конечно, у тебя будет Потом Ладно За голову монстра плачу дополнительно Хорошо бы не поврежденную Посмотрим, что я смогу сделать Мой меч Где же он? Быстрее, у меня мало времени Ах да, есть Мы также конфисковали пару эликсиров Я уверен, ты знаешь, как ими пользоваться Удачи тебе Как только выполнишь задание Забери свои вещи из хранилища за решеткой Обязательно А потом я найду профессора Глупо Профессор как заговоренный Его ничто не берет И он занимается мокрой работой Куда важнее тот, кто его контролирует Если хочешь сделать все правильно Разберись с боссом Хотя я сомневаюсь, что тебе это удастся Их главарь большая шишка У него есть вязы В смысле, у него есть связи? Если так, я его найду Ага Хе-хе-хе Только сначала тебе придется пережить встречу с Кокатриксом Смотри за моими вещами Я скоро вернусь, и я хочу, чтобы все было на месте Смотри за моими вещами Что ты за существо? А, ведьмак Именно Белые волосы Вертикальные зрачки Очевидные признаки мутации Прости, но я не хотел бы раздеваться И предпочел бы избежать демонстрации своих анатомических особенностей Прости меня, незнакомец Я не хотел тебя оскорбить Я никогда раньше не видел таких, как ты Я Зигфрид Рыцарь Ордена Пылающей Розы Я Геральт Ведьмак, как ты уже заметил Рад знакомству Я слышал много похвал в адрес боевых умений ведьмаков Если ты не против, я бы прекратил болтовню У меня есть здесь работа, и я хочу сделать ее быстро Ты охотишься на Кокатрикса? Я здесь по той же причине Давай поговорим Да, Геральт Ты пришел за Кокатриксом Думаешь, сможешь убить его? Священное пламя осветит мой путь Что подтолкнуло рыцаря Пылающей Розы Спуститься в канализацию за чудовищем? Эта тварь угрожает городу, и потому должна быть уничтожена Орден уже давно сражается с чудовищами И довольно успешно, я бы сказал Делаете работу ведьмаков Честно говоря, вы, ведьмаки, реликт Сколько вас осталось? Пара, дюжина Вы нам не конкуренты К тому же Орден не взимает платы за то, что защищает людей от опасности Я так полагаю, что феи скинулись на ваши сверкающие доспехи и укрепленные замки У меня нет желания спорить Мы оба здесь Нет смысла ждать своей очереди, особенно если учесть, что утопцы тоже здесь Давай объединим силы Я жажду увидеть твои боевые навыки в действии И уверяю тебя, меч ношу не для красоты Договорились Идем Веди, ведьмак Веди, ведьмак Веди, ведьмак Веди, ведьмак ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дверь у меня за спиной ведет в город. Здесь наши пути расходятся, но... В чем дело? Странно, я слышу шаги. Мало кто решится бродить здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За победу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твои друзья? Можно и так сказать. Бандиты со знаком Саламандры беспокоят меня уже какое-то время. Любопытно. Кто мог знать, что ты будешь в канализации? Кто мог послать этих бандитов? Только капитан стражи, который арестовал меня. Один надзиратель в тюрьме и другие заключенные. Я убил Кокатрикса в обмен на свободу. Думаю, если ты будешь искать предводителей этих бандитов, то у тебя получится целый список подозреваемых. Знаешь что? У меня в Уизиме есть знакомый детектив. Пойди к нему и расскажи свое дело. Неплохая мысль. Может, профессионал и сможет помочь. А куда ты направляешься? У меня есть дела в обители Ордена. Потом я отправлюсь на охоту на тварей, поскольку мир все еще полон чудовищ. Ты отлично справился, Зигфред. Рад нашему знакомству. Убить чудовища было легко. Ведь на моей стороне сражался ведьмак. Давай выбираться отсюда. Вот ключ от прохода, который ведет в город. Несколько дней назад я запер дверь, чтобы Кокатрикс не сбежал. Спасибо. Я бы предпочел не возвращаться тем путем, которым пришел сюда. Мы можем снова встретиться, если ты еще когда-нибудь спустишься в канализацию. Иногда я сам прихожу сюда в поисках чудовищ. А, твоя священная миссия защиты рода человеческого. Это излишний сарказм. Мы на одной стороне, ведьмак. Когда-нибудь ты это поймешь. Увидимся, Зигфред. И спасибо тебе. Благодарю тебя. Мы еще встретимся. Если я тебе понадоблюсь, я буду в обители Ордена в Изиме. Храмовый квартал в Изиме. Неплохая перемена по сравнению с канализацией. База Саламандры должна быть где-то здесь. Частный детектив, о котором упоминал Зигфред. Неплохо. Он может быть полезен. Надо же с чего-то начинать поиски. Король тебя, конечно, отпустил. Но соблюдать карантин тебе все равно придется. Что ты хочешь этим сказать? Тебе нельзя выходить из храмового квартала. Ты это серьезно? Хочешь убедиться? С вас, ведьмаков, нельзя спускать глаз. А я не так давно слышал что-то про равенство и братство. Наверное, придется переучиваться. Да, ведьмак. Можешь рассказать мне, как продвигается расследование по делу Саламандр? Терпение, ведьмак, сегодня вечером ты все узнаешь. Я могу чем-то помочь? Держись подальше от склада в Трущевах. Дело щекотливое, и твой меч там ни к чему. Пока еще. Склад? Ты ведь не отправишься туда в одиночку. Это секретная операция. Как я туда должен отправиться? Со штурмовым отрядом с закованным в латы? И гарниста вперед пустить? Успокойся. Я ведь в этом деле не новичок. У меня всегда припрятана пара трюков на всякий случай. Не сомневаюсь. Что ты хочешь сказать? Неважно. Отдохни сегодня. Насладись своей свободой. А завтра я, может быть, подам тебе на блюдечке яйца Еведа. Я могу доказать, что убил Кокатрикса. Впечатляет. Награда за него составляет 400 аренов. Ты их заслужил. В твои задачи входит борьба с чудовищами. Да, но я бы не стал тратить на это своих людей. Я заплачу каждому, кто убьет чудище. Приноси подтверждение, и все. За каких монстров больше всего платят? У меня в бюджете есть деньги на награду за Кокатрикса в каналах и за хищное растение, убивающее людей на болотах. Так-так, ты убил Кокатрикса. Именем короля Фольтеста я объявляю тебе помилование. Наконец-то закончится этот маразм. Забирай свои вещи, пока я их не продал. И не забудь о награде за голову Кокатрикса. Винсент целыми днями ждет такие трофеи. Тишина. Наконец-то я смогу отдохнуть. Давай, ведьмак. Забирай свои монатки, а я пока посмотрю, что мы тут конфисковали. Хм. Очень неплохой товар. Забирай свои монатки. Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как ведьмак. Сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. В чем? В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте, около старой Вызимы, стоит таинственная башня. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцессы, внизу дракон. Спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад. И про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля. И теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Короче говоря, создает монстров. Именно. Я хочу исследовать этот источник, ведьмак, и написать диссертацию, которая обессмертит мое имя. У меня появится доступ к секретам, которые долгие годы хранились в этой башне. К несчастью, башня заперта. Я заплачу тысячу оренов любому, кто поможет мне пробраться внутрь. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию могущественного мага непросто. Сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей, легенды, но больше все-таки стоит верить старым книгам. Записанная мудрость более надежна. Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся «Врата тайны» Ренсанта Альвара и старый алхимический трактат «Айнсов Аур». Я знаю об одном экземпляре «Врат тайны». Его владельцем был какой-то краснолюд. Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Говорят, Вивальди обанкротился. Чего и следовало ожидать. Ведешь дела с людьми, готовься к краху. Все шишки всегда достаются нам, краснолюдам. Интересно, кто теперь будет... Боги, даруйте мне терпение. С этого момента в городе объявляется карантин. А что именно означает карантин? Это означает, что путь через замковые или торговые ворота отныне закрыт для всех. Если ты заболеешь, в лучшем случае тебя ждет лечебница в худшем кладбище. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Привет, Седой. Хочешь есть или пить? Или ты по другому делу пришел? Зачем же еще? Ну, у нас там есть очень удобная кровать. Что будем заказывать? Давай проверим твою кровать. Хм, да я пошутила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит, я даже представить себе боюсь. Может, все-таки рискнем? Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой, остальные ставят на победителя. Иногда колотят посетителей. В общем, скучно. Я скупщик. Я покупаю и продаю. А чем торгуешь? А всем, что можно продать. Ну так что? Будем рожи корчить, или у тебя чертово дело? У тебя дома стражники нашли меч ведьмака. А тебе-то какое дело? К тебе приходил еще один ведьмак. Беренгар. Этот долбанный меч не его! Откуда ты знаешь? У меня есть другое имущество твоего дружка, а меч не его. Другое имущество? Да, причем не меч. Дошло? Может быть, его обоссанные подштанники, например. И все же откуда у тебя ведьмачий меч? Может, скажу. А что с этого буду иметь? Я не перережу тебе глотку, как свинье. Это честная сделка. Я купил его у одного мазурика в таверне под кудлатым мишкой. Описать его сможешь? А зачем описывать лучшего игрока в кости в этом городе? Наш выдопердающийся чертов фокусник. Как у тебя оказались вещи Беренгара? Ты упрямый, как стадо ишаков. Купил у посредника. Ты не понял. Мне не нужен твой посредник. Мне нужна информация о Беренгаре. Тогда, блин, меня не спрашивай. Твой ведьмачок работал на алхимика Калькштейна. Эту информацию ты получаешь бесплатно. Но остальное по нормальной цене. Ты слышал про Саламандр? А, рептилии хренососовые? Да я про них слышал. Но ни хрена не понимаю, что им нужно. Амфибии. Чего, блин? Саламандры-амфибии. А теперь расскажи, каким образом ты с ними связан. Да черт меня дери, если я знаю. Еще увидим. Позже. Извини, я задумался. Я слышал, на тебя работал ведьмак Беренгар. Эх, а я так надеялся, что ты об этом не узнаешь. Хочешь об этом поговорить? Я нанял его, чтобы он раскрыл для меня тайну башни. Не хочу пугать тебя понапрасну, но у меня все еще есть планы на это здание. Ты нанял его, и он бесследно исчез. Не находишь это странным? Это та причина, по которой я хочу, чтобы ты раскрыл тайну башни. Может быть, сможешь узнать, что именно случилось с Беренгаром. То есть ты не знаешь, что с ним случилось? Не только я хочу овладеть этими знаниями. От Беренгара могли избавиться мои соперники. Он чего-то боялся и оставил мне книгу. Бери, отдашь ему, когда встретишь, и сам можешь ее использовать. Геральт, рад тебя видеть. Куда направляешься? На дамбу. Проход нет. Капитан велел никого не пускать. Почему? Приказ капитана. Поговори с ним. Господа, разве так обращаются с героями? Это же Геральт, ведьмак, спасший вы зиму от ужасного Кокатрикса. Герой? А, ну это другое дело. Считайте, что он один из нас. Ну, в таком случае проходите, милздарь Геральт. Сегодня в таверне мы выпьем. Хе-хе, за ваше здоровье. Благодарю, Зигфрид. В каналах меня ждал сюрприз. Рыцарь пылающей розы. С головы до пят погруженный в вонючее месиво. Я из принципа работаю один, но не мог упустить случай увидеть рыцаря ордена в деле. Должен признать, что для человека у него получилось неплохо. Кроме того, он выразил благодарность. Кто хочет переправиться? Транспортные услуги по лучшим ценам. Куда можешь меня отвезти? Вожу людей из Визимы на болото и обратно. Перевези меня на другую сторону. Время – деньги. Ты определился? Готов? Ага, плывем на болото. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok